МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы со Всеволодом Евгеньевичем в рамках университетского проекта «Исторические зарисовки» записали уже несколько бесед, которые посвящены внешней политике России второй половины XIX – начала XX века. Мы обязательно продолжим этот цикл бесед. А сегодня мы встретились несколько по иному поводу. У Всеволода Евгеньевича вышла новая монография, посвященная одному из наиболее ярких и известных государственных деятелей Российской империи второй половины XIX века. Речь идет о великом князе Константине Николаевиче. Это младший родной брат императора Александра II, который оказывал довольно существенное влияние на выработку внутренней и внешнеполитического курса его царствования. Но вот эта монография, которая посвящена нашему сегодняшнему герою, она описывает события от момента его рождения в 1827 году до событий так называемой Венгерской революции 1849 года, по давлении которой он принимал участие, будучи совсем еще юным человеком. Всеволода Евгеньевича, во-первых, я хотел бы выразить вам признательность и благодарность, что вы пришли к нам в студию. Во-вторых, я хотел бы поздравить вас с выходом очередной монографии. Я знаю, что Константин Николаевич – это любимый герой вашего научного поиска на протяжении почти трех десятков лет. У вас ваши кандидатские и докторские посвящены этому персонажу. Вы писали много статей и монографий, связанных и с ним лично, и с его эпохой. Поэтому, я думаю, мы, представив сегодня вашу новую научную работу, поговорим вот о его, так сказать, рождении, взрослении и, наконец, выходу, что ли, на политическую арену. Ну, посмотрите, вот объем книги довольно существенный, то есть это привлечено такое огромное количество материала, тем более книга очень богато иллюстрирована хорошими фотографиями, хорошими литографиями, картинами и так далее, портретами и так далее. Поэтому я всем рекомендую обязательно приобрести эту книгу, особенно для тех, кто интересуется историей России XIX века. Сергей Евгеньевич, ну давайте начнем повествование о герое вашей новой монографии. По сути дела, это человек, с рождением которого на русском престоле, не побоюсь этого слова, утверждалась новая династия. Вот так, да? Даже вот так, потому что мы понимаем, что Александр I не оставил преемников, и все зависело от воли и целеустремленности императора Николая I, от того, что он хочет добиться, да, как человек, как государь, как государственный деятель. И между рождением Александра, будущего Александра II, и рождением Константина прошло более девяти лет. За это время в царской семье вообще не родилось ни одного мальчика. Это вносило дополнительное напряжение в ряды, так сказать, августейших особ, и появление на свет Божий великого князя Константина Николаевича, конечно, разрядило обстановку, поскольку стало ясно, что теперь на престоле в любом случае укоренится надолго династия Николая I и его потомков. Так оно и случилось. При этом Константин – это первый сын Николая I как императора. Это существенный момент. Будучи Александром II, родился, когда Николай был еще великим князем, только и даже не был, естественно, наследником в 1818 году. Более того, что наследование им императорского престола вообще было настолько призрачным, что никто даже не подозревал, что он вообще-то когда-нибудь станет императором. Ну, может быть, только Александр I об этом все-таки в душе уже догадывался. В 18-м году, я думаю, что еще нет. Попозже, где-то начали 20-е. Через год, в 1819 году, Александр I открыл глаза своему младшему брату Николаю, что ему все-таки, по-видимому, предстоит царствовать, и что его сын Александр – это будущий наследник престола. Надо сказать, что Николай Павлович отнюдь этому не обрадовался. Кто-то удивится, но великокняжеская чета залилась слезами, и великий князь Николай Павлович, и великая княгиня Александра Федоровна, как-то без восторга они восприняли эту новость о том, что им предстоит воцариться. Но постепенно Николай Павлович пришел в себя, осознал свое предназначение, свой долг, и, в общем, занял престол. Это сопровождалось трагическими кровавыми событиями, вызванными вот той шаткостью верховной власти, которая ощущалась и в последние годы царствования Александра I, и в период междуцарствия. И после рождения Константина все становится на свои места. Первое, становится ясно, что это фактически новая династия. Второе, русский царь и Россия готовятся к новой войне с турками, поэтому имя Константина не случайно. Это самый почитаемый у греков, у православных греков, святой. И рождение сына русского царя с таким именем символизировало волю Николая I дать отпор туркам и сразиться, пойти в бой за наших единоверцев, за балканских, за восточных христиан, защитить их от турецкого ига, от турецкой резни и так далее. Поэтому, конечно, идея освобождения Балкан, взятие Константинополя, независимости балканских народов от турок, изгнание османов из Европы – это все идеи, которые будут сопутствовать Константину в последующие десятилетия. И когда он в 1845 году окажется в Константинополе, конечно, он будет, посещая Софийский собор, православный патриарший собор, обращенный в мечеть, будет мечтать о водружении креста на Святую Софию и будет писать, доживу ли я до той минуты, когда восстановится здесь Святой Крест и наполнится своды храма сего чудным пением, тебе, Бога, хвалим тебя, Господа, исповедую. И Константин с замиранием сердца находил сохранившиеся в соборе кресты. Он узнал, что иконы, мозаика, они все целы, целехонькие, они только замазаны штукатуркой. Спасибо за то туркам, значит, можно будет штукатурку очистить, и собор засияет снова в своем первозданном виде. Поэтому такие патриотические, такие уже панславистские идеи, такие идеи всеправославного единения, они были присущи Константину с отроческих, особенно уже с ранних юных лет. Он этим жил, а еще, конечно, это, что, конечно, является одним из главных его предназначений, это будущий генерал-адмирал русского флота, это будущий глава морского ведомства России, поэтому его обучение, это путешествия, это не только теоретические занятия, но это путешествия, это плавание по европейским морям, плавание, так сказать, во внутренних водах, плавание, значит, по северным, по южным морям, и это большая морская практика, которую должен был пройти будущий генерал-адмирал. Он генерал-адмиральскую курточку такую получил еще, когда ему не было четырех лет от роду, в августе 1831 года, да, кстати, он ничего не понял, конечно, матушка императрица Александра Федоровна эту курточку ему протянула, он ее так взял и пошел. Мама его окликнула, дескать, надо все-таки поблагодарить, что тебе это все дали, курточку гвардейского экипажа. Он так машинально кивнул головой, поблагодарил, ничего не понял и ушел. Никакого впечатления не имел, но впечатление пришло чуть позже, когда он стал расти, и, естественно, ему понадобилась и эта практика, и этот опыт, и, собственно говоря, опыт управления военным кораблем, и всевозможные морские и научные исследования, неизыскания, и не случайно воспитателем Константина стал один из лучших русских моряков, такой моряк с головы до пят, это Федор Петрович Литке, выдающийся русский мореплаватель, географ, участник кругосветных плаваний, экспедиции всевозможных крупных морских, географических открытий. И Федор Петрович с немецкой педантичностью берется за дело. Конечно, его задача воспитывать и растить моряка. Но не все было так просто. Кроме Федора Петровича еще был Василий Андреевич Жуковский. Это изумительная личность. Ну, Василий Андреевич, он, конечно, всегда говорил в пику, он не хотел, чтобы царские дети видели в народе полка, в отечестве казарму. Не надо так делать, а давайте мы все-таки будем заниматься воспитанием человека, заниматься воспитанием общегражданским и прочее. И поэтому Федор Петрович и Василий Андреевич несколько уравновешивали друг друга. Федору Петровичу не нравилось, что Жуковский со своим систематическим вкусом, Боже, как он надоел, вот этот систематический курс, попытка воспитать какого-то идеального великого князя, царского сына. Ну, уже хватит заниматься этой галиматей, этой утопией невозможной. Но Василий Андреевич, естественно, стоял на своем. И государь-император Николай Павлович, конечно, играл здесь роль такого своеобразного арбитра. И Николаю надо отдать должное. Он человек, производивший впечатление такого деспота, вот такого нетерпимого, прям вот никакому инакомыслию, чтобы кто-то с ним, упаси Боже, спорил. Он был очень терпим к инакомыслию в вопросах воспитания своих детей, в частности, Константина. Поэтому он слушал и критические замечания Жуковского, воспринимал суждения Литки, все это переваривал, осмысливал, в чем-то соглашался, в чем-то поступал по-своему. Но вот эти три человека предопределили процесс формирования личности великого князя Константина Николаевича, который уже в царствовании Александра II станет практически фигурой номер два. Надолго станет фигурой номер два в Российской империи, как царский брат, как правая рука царя-освободителя в крестьянском деле, как генерал-адмирал русского флота, как временами просто почти первый министр. Не было поста премьера, но Константинов временами играл роль такого герцога Орлеанского, такого некоронованного премьера. Особенно когда Александр II уходил в свои любовные утехи, да? Нет, особенно в первой половине царствования Александра II, особенно незадолго до отмены крепостного права и еще некоторое время после. И, конечно, такой де-факто глава правительства, он вполне достоин нашего самого пристального внимания. Это человек, который 20 лет затем будет проводить крестьянскую реформу, который будет участвовать во всех главнейших реформах Александра II, который будет 16 лет руководить Государственным Советом как высшим совещательным, законосовещательным органом Российской империи, в ту пору это был очень важный государственный орган. Конечно, царь мог многое решить по-своему, но мнение членов Совета оказывало значительное влияние на государственные дела. И здесь, вот в моей этой книжке, которая только что вышла, это такой первый томик политической биографии великого князя Константина Николаевича. Она, в принципе, у меня есть, эта биография, просто мне захотелось сделать все более основательно, более подробно. Благо, есть такая возможность, предостаточно материала, поэтому я предполагаю, с Божьей помощью идти дальше, стараться все это осуществлять, и все это сделать, и довести дело до конца, там, как Бог даст, но, во всяком случае, нам интересно посмотреть, что это за человек, что это за личность, каким он был, каким он рос, о чем он мечтал, что он хотел. И здесь мы видим, нам есть что с чем сравнивать, у нас есть детки нынешние, так называемые элитки сегодняшние, мы можем посмотреть на царских детей, как Николай I растил своих сыновей, как он из них делал людей военных, как он растил из них защитников Отечества, сыновей, которые мечтают о военных подвигах, о военных походах, мечтают иметь на груди орден Святого Георгия, к этому всей душой стремятся, многое готово пройти, преодолеть и служба Отечеству, верность престолу и Отечеству, это не пустые слова, это не болтовня, это реальное наполнение личности царского сына. Он так видит свое ближайшее будущее, он хочет служить России, он готов за нее драться и готов за нее проливать свою кровь, и он будет это делать. Книжка заканчивается венгерским походом 1849 года. Конечно, Константин получил Георгия за этот поход, можно сказать, что не совсем заслуженно, и он сам писал, я его недостоин. Ну, понятно, почему, да, в общем, конечно, с шашкой на голову он не скакал, ни с кем не рубился и не перестреливался, но он в определенные моменты подвергался опасности, находился под ядрами, под пулями. Во время Дебрицинского сражения, которое сыграло в итоге решающую роль в венгерской кампании, он как адъютант Паскевича приводил в бой некоторые дивизии, выполнял, и, в общем-то, при всем осознании собственного недостоинства он проявил себя очень дисциплинированно, дисциплинированно, очень аккуратно, очень четко, вот, и там, где надо, смело. Вот, и даже после этого побоища он зарекомендовал уже и перед русскими, и перед венграми себя как человек, потому что вот он выехал на поле битвы, где лежали тяжело раненые, и он участвовал собственноручно в оказании первой помощи тем же раненым венграм, в том, чтобы их поднять, уложить фуры, отправить в какие-то лазареты, на лечение, кого можно было спасти, да, и так далее, и так далее. Оказывал вот эту помощь как человек, как христианин, как русский воин. Поэтому, конечно, это произвело колоссальное впечатление и на тех же венгров, что они увидели лицо русского великого князя, русского офицера, русских офицеров, которые имеют милосердие, имеют сострадание к побежденному противнику, вот, и не случайно в конце венгерской кампании, в венгерском обществе родилась мечта о том, чтобы Николай I сделал своего сына Константина венгерским королем. Но Николай поступил как настоящий рыцарь. Он вернул Венгрию Австрии, Венгрия покрылась австрийскими виселицами, расстреливали венгерских генералов, министров, австрийцы, которых венгры презирали, теперь активно с ними сводили счеты уже с побежденными, да, хотя, в общем-то, венгры уважали русских за храбрость и великодушие. Вот, и русские офицеры, видя вот это все безобразие, уходя из Венгрии, конечно, испытывали такое неловкое чувство, что вот мы отдали австрийцам в Венгрию, да, при том, что мы сами над австрийцами посмеивались, да, и когда стали русских солдат и офицеров награждать медалями за венгерский поход, где была гордая надпись «Разумейте языцы и покоряйтесь, с нами Бог», князь Александр Сергеевич Меньшиков, Николаевский вельможа, морской министр, тогдашний пошутил, что австрийский император наградит своих солдат и офицеров медалями с надписью «Бог с вами». Вот, но через пять лет Австрия отплатит черной неблагодарностью Николаю Павловичу, об этом, я думаю, что мы поговорим в следующей книге, ну, а здесь личность, то, как она сложилась, как она сформировалась, походы, путешествия, удивительно интересные путешествия по Британии, никто до этого детально не останавливался, даже Александр Васильевич Головнин, который вел жизнеописание Константина, детально не трогал британское путешествие, я посвятил ему отдельную целую, ну, такую немаленькую главу, даже несколько больше, чем главу. И, в общем-то, есть о чем поговорить, есть что обсудить и увидеть этого прекрасного юного русского царевича, который служил своему отечеству, который думал о военной славе, о подвигах, и был готов посвятить своей родине свою жизнь. Слушайте, спасибо вам большое за то, что вы представили, вот так вот довольно образно и сочно героя своей новой монографии. У меня, может быть, единственный такой уточняющий вопрос. Вот смотрите, насколько я знаю, и Александра Второго, то есть будущего императора, Александра Николаевича, и Константина Николаевича учил, как вы уже говорили, Василия Андреевича Жуковского. Но, по своим воззрениям, Константин был куда либеральнее, как вот мы считаем, Александра. Александра даже называют более консервативным, чем его отец, и что он отменял крепостное право, во многом повинуясь не собственным внутренним убеждениям, а обстоятельствам, которые подвигли его на вот этот, ну, условно говоря, подвиг. Скажите, насколько, во-первых, вот это вот представление, которое существует в том числе и у многих историков, оно верно, раз, и во-вторых, если это действительно так, то кто оказал наиболее заметное влияние вот на то, что он стал, по своим воззрениям, таким вот, ну, откровенным либералом? В тогдашнем, в прямом смысле этого слова, безусловно, не в том смысле, в который мы сейчас вкладываем. Значит, хороший вопрос, очень хороший вопрос, Евгений Юрьевич. Значит, здесь важно отметить следующее. На Александре II лежала большая ответственность. Будучи наследником, он был консервативнее своего отца. Да. А вот дальше, уже там, где он был правее своего родителя, его время и государственная необходимость, она его выправляла, да, по центру, да, выравнивала. Там, где его душа склонялась куда-то левее, опять-таки, да, вот, выправлялась его линия снова по центру, находилась определенная золотая середина, потому что груз ответственности огромен. И поэтому он всегда лежал, он всегда давлел над Александром Николаевичем. Константину было проще. Вот, значит, что касается константиновского либерализма, ну, вот здесь, пользуясь случаем, просто хочется сказать, да, все-таки либерализм, русский либерализм середины 19 века, такой классический, настоящий, такой устойчивый, такой осознанный, такой здравомыслящий либерализм, это исключительно позитивное явление в нашей государственной общественной жизни, которое не имеет ничего общего ни с Егором Тимуровичем Гайдаром, ни с Анатолием Борисовичем Чубайсом, вот, ни с Гозманами и прочими, да. То есть прямые параллели, которые проводят некоторые истории. Это лживая, наглая, бессовестная спекуляция, когда господин Гозман заявляет, что наш царь-либерал Александр II отменил крепостое право. Ну, я думаю, что есть определенная категория так называемых либералов, которых царь-освободитель просто бы повесил. — И Гозманом, и их числе, да? — Увы. — Почему увы? — Ну, это так. — Ну, да, да, да. — Вот. Мы никому зла не желаем, да, но мы констатируем факт. — Ну, понятно. — Что тенденции царствования Александра Николаевича были именно таковы, что это для него были не либералы. — Ну, понятно. — Это совсем другое, да, то есть, вот, поэтому, когда у нас сегодня либерализм отождествляется с государственной изменой, и работой на враждебные державы, да, ну, это не либерализм, это немножко другое, но эти господа готовы ухватить любое знамя и им прикрываться. Поэтому, когда мы с вами будем употреблять применительно к середине XIX века слово «либерализм», мы будем подразумевать либерализм Николая Алексеевича Милютина, до этого либерализм Василия Андреевича Жуковского, либерализм великого князя Константина Николаевича, вот, а не что-то другое. И не будем путать божий дар с яичницей, и всегда будем четко это сознавать. Поэтому, конечно, Константин был нужен Александру, он несколько забегал вперед, он был более склонен к каким-то смелым шагам, но ему было проще, опять-таки, да, смотри, параграф первый, да, государственная ответственность на монархе. Великий князь может здесь варьировать свои взгляды, вот, и быть смелее, на храписти, так сказать, вносить разные новаторские идеи, активнее и так далее. Поэтому в этом секрет Константиновского либерализма, его большей смелости. Ну, мы заметим, что впоследствии во взаимоотношениях двух братьев будут разные периоды. В политическом плане Александр будет Константина к себе приближать, отдалять, у них будут определенные потепления, похолодания, но на протяжении всего царствования Александра Второго два брата шли рука об руку. И в личном плане они были в наилучших отношениях всегда. Вот, и если Александр что-то высказывал Константину, даже что-то критическое, иногда даже что-то резкое, вот, это делалось из самых лучших, самых добрых братских побуждений. Вот, и, в общем-то, как сказал Николай Первый, в последние годы своего царствования, Саша без Кости не сможет один управлять государством. Вот, и Костя был верной опорой Саши, со всеми своими достоинствами и недостатками, со всеми своими ошибками, заблуждениями и сильными сторонами тоже. Вот, они подкрепляли друг друга, вот, дополняли даже иногда расходясь во взглядах, во мнениях. 13 лет политическую записку Константина о введении в России представительства Александр продержал у себя под сукном в своих бумагах, да, вот, через 13 лет вспомнил. Вот, 13 лет брат не сказал брату ни слова про эту важную записку, про этот исключительно важный политический документ, но затем к этому вернулся и прочее, и прочее, да. Это во времена Лорис Миллика? Это незадолго до Лориса, перед самым его появлением. Понятно. Вот, здесь много интересного. Поэтому это, может быть, и предопределило появление самого Лорис Миллика? Во многом, да. Наряду с вот тем покушением 79-го? Во многом, да, потому что, ну, пусть в меня там кидаются тапочками, но я скажу, что так называемая конституция Лорис Милликова, где не было и тени конституции, это, по сути, продолжение политической записки Константина, только в более умеренном плане, где выкидывалась идея совещательного представительного собрания, а создавалась бы общая комиссия, где, ну, шампунь и кондиционер в одном флаконе, да, значит, чиновники, назначенные правительством, плюс выборные от земств и городских дом крупнейших городов. Вот, это продолжение, но я думаю, что мы к этому вернемся, и я буду работать дальше честно, аккуратно, добросовестно, чтобы было о чем говорить впоследствии. Ну что, Всеволод Евгеньевич, огромное спасибо за то, что вы представили свою новую монографию. Как всегда, интересно, эмоционально, с огоньком. Ну, а вам, дорогие друзья, я желаю приобрести эту монографию, я думаю, что вы получите обязательно удовольствие и от содержания, и от стиля этой работы. Я читал несколько работ, Всеволод Евгеньевич, это действительно хорошие, добротные работы, написанные прекрасным русским языком. Ну, а на сегодня я рассланиваюсь, всем доброго, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова